Донбасс 22 февраля в стенах Донецкой Академии Транспорта состоялся урок мужества на тему мир, завоеванный отцами, отстаивать сегодня нам, посвященный Дню Защитника Отечества. По словам организаторов мероприятия, целью урока является патриотическое воспитание молодежи в духе любви, преданности и беззаветного служения Родине, уважение к Защитникам Отечества и армии ДНР, а также сохранение и популяризация исторического и культурного военно-исторического наследия. Накануне Дня Защитника Отечества проводится традиционно урок мужества. Тема урока мужества сегодня следующая. Мир, завоеванный отцами, отстаивает сегодня нам. И этот урок мужества у нас в Академии будут вести герои нашей республики. Люди, которые известны своими добрыми делами, в труделе, в бою. Этот день был таким, что девушки дарили подачи мужчинам. Это был мужской праздник. Все же в наше время, в наш военный период, когда наша республика воюет, я считаю, этот праздник касается всех жителей нашей республики. Кто-то с оружием, кто-то защищает наши рубежи. Кто-то, как наш военный состав, готовит кадровый потенциал нашей молодой республики. Медики, они тоже несут свой вклад. Энергетики восстанавливают наши инфраструктуры и поддерживают. Поэтому защитниками нашего Отечества можно считать каждого жителя нашей республики. Поэтому с наступающим всех нас с праздника. Спасибо вам за вашу работу. С наступающим. Главными гостями программы стали военнослужащие, которые по собственному опыту могут отметить важность подобных мероприятий. Как всегда, мы помним о своем мнении, что молодежь надо воспитывать в патриотических странах, что у вас очень хорошо получается. Здесь молодежь получает, помимо знаний повседневных, в своих профессиях, получает очень много информации, идеологической составляющей. Благодаря деканам и всем преподавателям. Поэтому за это большое спасибо. В этом как бы и без особых смыслов. Хотелось бы представить слово нашим студенткам, безняшкам. Александра Ивановна, Евгения Ивановна, радиотелефонистам. Ну, 23 февраля, я считаю, что и наш праздник, и вас праздник, и вообще всех людей, кто помогает защищать, а также поддерживает Донбасс, кто работает на предприятиях, учится. Огромная благодарность этому учебному заведению. Спасибо большое учителям за то, что помогают приобрести знания и нам, и другим учащимся. Мы надеемся, что скоро эта война закончится, и эта академия будет процветать. Ну, она и сейчас выпускает, и дальше, в дальнейшем, будет выпускать хороших специалистов, что все будут востребованы, для всех найдутся хорошие места, работы. Ну, и что все будет хорошо, всех с праздником. Кроме участников и приглашенных на мероприятие, специальным гостем урока мужества стал российский общественный деятель и писатель Николай Стариков. Мне хотелось бы, наверное, очень коротко высказать те ощущения, которые сегодня вызывает дата 23 февраля. Я думаю, что наши ощущения будут весьма схожи, несмотря на то, что мы находимся в большой России, а вы находитесь в России малой, которые, я не сомневаюсь, рано или поздно станут единым целым. Помните, покуда сердца стучатся, помните, какой ценой завоевано счастье. Пожалуйста, помните. Давайте почтим минуты молчания память тех, кто геройский погиб на войне. Память мирных жителей, ставшими невинными жертвами преступных военных действий на Донбассе. Без прошлого нет будущего. А также мы начали формирование нашего стенда «Вы патриоты Донецкой народной республики», на котором мы запечатлили самые такие яркие моменты из жизни, встречи с нашими гостями. Кстати, там многие, в прошлом случае, здесь есть, на этом стенде. И продолжать историю будем и дальше, потому что это наша жизнь. Регулярно проводим такого плана мероприятия и считаем, правильно считаем, мы это поняли в 2014 году, что нельзя только обучать, вкладывать специальность гражданскую, мирную, связанную с транспортом. Мы это поняли, когда здесь, вот на нашей академии, паражировали самолеты, разворачивались, наносили удары по городу. Мы всегда помним о наших героях. Спасибо вам огромное. С праздником, дорогие наши граждане. Сами мероприятия, которые сейчас у нас проводятся в республике в рамках патриотического воспитания, важны для нашей молодежи, чтобы они помнили и чтили подвиги Великой Отечественной войны, подвиги тех воинов, которые сейчас на рубежах нашей республики защищают нашу Родину. Продолжение следует...